А теперь обо всем подробнее и начнем, пожалуй, с новостей официальной Акурды. 12 лучших выпускников военных вузов сегодня получили офицерские погоны, вручил их молодым военнослужащим Касым Жумар-Тукаев. Состоялась церемония во время торжественного поднятия главного государственного флага страны. Ирина Панфилова продолжит. Это мемориальный комплекс «Атамикен». Начальник роты почетного караула рапортует президенту к церемонии поднятия государственного флага готовы. И вот небесно-голубое полотнище взмывает высоко над землей. Гость символа Казахстана – яркое олицетворение суверенитета и государственности страны, заявил Касым Жумар-Тукаев. Для казахстанцев они священны, а гордо возвышающийся стяг – воплощение высокого авторитета республики. В тяжелые времена единое знамя всегда объединяло наших предков и вызывало чувство гордости у народа. Сегодня флаг суверенного Казахстана узнаваем во всем мире. Небесно-голубое полотно с сияющим солнцем и златоглавым орлом развивается возле здания ООН. Его не раз поднимали наши спортсмены на международных соревнованиях. Альпинисты и космонавты возносили над самой высокой точкой мира, отметил Верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, напомнив о том, что чтить священные символы – общий долг каждого. Год символы олицетворяют историю, самобытность, светлые надежды на будущее. Прославляя флаг, герб и гимн, мы показываем хороший пример подросткам, подчеркнул президент. Они несут в себе колоссальный заряд энергии, который объединяет все граждан Казахстана, укрепляет нашу общенациональную идентичность. Во время больших праздников и знаковых спортивных побед в наших сердцах сильнее разгорается пламя любви к родине. В России мы острее чувствуем гордость за свою страну. Почитание государственных символов является ярким показателем высокой гражданственности и подлинного патриотизма. Флаг, герб, гимн – это слава нашего государства и честь нашего народа. Они дают нам силу твердо идти вперед и добиваться высоких целей. Одна из них у этих молодых военнослужащих уже достигнута. Они с отличием окончили военные вузы. Сегодня 12 из них получили офицерские погоны из рук верховного главнокомандующего. Адиль Саткеев – выпускник военного института сухопутных войск в числе тех, кому президент вручил погоны. Сегодня лейтенант обещает с честью служить родной отчизне. Наша деятельность направлена на сохранение территориальной целостности и суверенитета Казахстана, охрану государственных и военных объектов. Клянусь честью выполнять возложенные на меня обязанности – верно служить народу страны и ее президенту. Завершилось торжество маршем род почетного караула. Ирина Панфилова, Жебекжула.